Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, если мое выступление в чем-то повторить тезисы президента России, это не плагиат. Это говорит о том, что мы порой одинаково думаем. Я искренне рад возможности встретиться с вами в культурной столице России, в славном, любимом мною Ленинграде, Санкт-Петербурге. Это тоже совпадает, Александр Ильич. Чтобы не подумали, что я польстил своему коллеге и другу, должен вам сказать, пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше любых народов. И все тяготы этой войны мы вынесли на своих плечах. И тот Санкт-Петербург, Ленинград, ныне возродившийся, я вчера владею об этом говорил, он меня просто поражает. Вы молодцы, ленинградцы, петербуржцы, за то, что возродили этот город и продолжаете его мощное становление. Вот почему я с таким уважением и добротой, и любовью отношусь к этому святому городу. С момента своего основания по воле Петра Первого и по сей день этот город является центром событий, неразрывно связанных с историей России и нашего Отечества. Историю, которой свою заметную роль сыграли и выходцы из Беларуси. И все, кто в разные годы здесь учился и работал. Санкт-Петербург всегда был местом притяжения для творческих людей из разных городов и государств. Архитекторов, музыкантов, ученых, искусствоведов, писателей, поэтов. Кстати, самый большой вклад в восстановление полностью разрушенного Минска вынесли питерцы, особенно архитекторы, ученые. Именно люди ленинградцы сыграли большую роль в возрождении нынешней науки в Беларуси. И мы это свято чтим и помним. И говоря современным языком, город выполнял функцию культурной интеграции и выполняет ныне наших стран и народов. Поэтому неудивительно, что этот город с его богатой историей, вековыми традициями естественным образом определил повестку нашей сегодняшней встречи. Она посвящена, как уже сказал президент России, теме единого культурного и гуманитарного пространства наших народов в контексте межрегиональных контактов. Современные белорусско-российские связи в этих областях характеризуются особой широтой, разнообразием и большим количеством крупных масштабных мероприятий. Около 70 субъектов России заключили соглашение о двустороннем сотрудничестве сферы культуры со всеми областями нашей Беларуси. Проводятся международные фестивали искусств, крупные художественные выставки, международные театральные и кинофорумы, Дни культуры регионов Беларуси и России. Немалый вклад развития культурных, гуманитарных связей вносят белорусы, живущие в России. Здесь действуют более 20 белорусских национальных автономий. Около 80 общественных организаций белорусов, культурно-просветительских обществ, центров и землячеств поддерживают тесные связи с исторической родиной, представляют в России национальные, культурные, духовные традиции, родной язык. Широкое развитие получило адресное сотрудничество общественных организаций белорусов России с городами и районами Беларуси. Укрепляется сотрудничество в области образования. Нормативно-правовая база, а это более 1300 договоров, заключенных на разных уровнях, обеспечивают равные возможности для белорусов и россиян получения образования, в том числе в ведущих вузах наших государств. Более 11 тысяч белорусов обучаются в российских институтах, академиях, университетах. И более полутора тысяч граждан России в Беларуси. В формировании единого союзного общеобразовательного пространства важную роль играет российско-белорусский технический университет в Могилеве, о котором только что упомянул президент. Успешно работает минский филиал Московского государственного университета экономики, статистики, информатики. Благодаря деятельности союзного государства в столице Беларуси открыт филиал российского государственного социального университета, белорусско-российское научно-техническое сотрудничество, традиционно было и остается интенсивным в разных секторах. Освоение космоса, информационные технологии, сельское хозяйство, производство материалов и приборов. Должен вам сказать, здесь упомянули атомную станцию, ранее говорили об освоении космического пространства. Скажу откровенно, это наша такая прагматичная цель подтянуться за старшим братом, то что он хорошо умеет и научиться, научить самих белорусов этим компетенциям. И примером тому является как раз атомная станция, которая сегодня под руководством российских специалистов сооружается, но где подавляющее большинство работают белорусы. В качестве самых перспективных для дальнейшего сотрудничества мы рассматриваем такие высокоинтеллектуальные направления, как наноматериалы, радиоэлектроника, а также наиболее востребованное направление медицинской науки, чем сильна Беларусь еще с тех давних советских времен. Дорогие друзья, связи на уровне регионов складывались десятилетиями и во многом определены общностью и историей человеческих судеб. Белорусы и россияне прошли через многие испытания и вместе с честью их выдержали. Нам нечего стыдиться за свою историю. Мы ее должны, как сказал президент, свято оберегать, потому что это наше величайшее достояние. Когда нас на Западе критикуют, раньше больше, сейчас немножко меньше, но это не потому, что у них совести больше появилось, нет. Я им говорю, вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая порождена была вами на нашей территории, А мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились. Поэтому поаккуратнее с правами человека, демократии и прочей критикой, которую мы слышим порой необоснованно на шагу. Здесь, на героической ленинградской земле, еще раз хочу сказать, для нас, белорусов, память о той войне священна. В этом году мы подошли к очередному историческому рубежу – 75-летию снятия блокады Ленинграда и освобождения Беларуси, о чем здесь говорил руководитель города. А следующий год нас объединит в праздновании священной и близкой каждому советскому человеку даты 75-летия Великой Победы. Это важные исторические вехи для единения белорусов и россиян, укрепления идеологических основ союзного государства. Участников-очевидцев тех трагических и славных событий осталось, к сожалению, не так много. Но мы счастливы, что они рядом с нами. Именно они являются носителями истинной истории, которую сегодня пытаются переписать. Вот видите, созвучно тому, что сказал президент России. Рассказы из первых уст – лучший способ защитить и передать следующим поколениям память о нашем общем героическом прошлом. Современная молодежь должна знать, кому мы обязаны своей жизнью, свободой и независимостью. На этих основополагающих ценностях, единых для нас, нужно формировать мировоззрение подрастающего поколения. Жизнеспособность нашего интеграционного проекта будет зависеть от степени вовлечения молодежи в строительство союзного государства. И то святое дело, которое вы сегодня осуществляете здесь, на Ленинградской, Питерской земле, заслуживает Валентина Ивановна Михайловна Владимирович величайшего уважения, поддержки и поощрения. Необходимо поддерживать инициативы молодежных объединений по организации фестивалей, конкурсов, выставок, других мероприятий не только в столицах, но и в регионах. Хорошим примером является ежегодная Олимпиада школьников союзного государства «Беларусь и Россия» – историческая духовная общность, в которой принимают участие десятки команд и субъектов Российской Федерации. В этом году более 250 участников белорусских и российских студенческих отрадов работают на Всебелорусской молодежной стройке в Островце, где мы, как я уже говорил, совместно реализуем масштабный проект по возведению белорусской атомной станции. Именно такие примеры взаимодействия молодежных организаций следует использовать для формирования позитивного информационного пространства. В свое время качественные материалы наших СМИ должны полностью перекрыть поле деятельности непрофессиональных и сомнительных источников. В наших странах уделяется пристальное внимание спорту, популяризации физкультуры среди молодежи. С третьего года проводится спартакиада союзного государства для детей и юношества. Большое комплексное мероприятие, охватывающее как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта. Мы принимаем на высоком уровне самое масштабное международное спортивное соревнование. Это успешно проведенный России чемпионат мира по футболу 2018 года и упомянутые вторые европейские игры 2019 года, которые буквально месяц назад прошли в Беларуси. И должен отметить, что как на чемпионате мира в России Россия, российская сборная прославила свою страну, так и на Европейской Олимпиаде в этом году Россия стала победительницей и тем самым показала, что у России есть не только резервы, а что Россия чиста в спорте и может свободно побеждать. И это вы доказали, не забывайте, в Минске. Кстати, на допинг проверяли, Владимир Владимирович, всех жестоко. Ни у вас, ни у нас, ни одного случая. Это объективный фактор. Возможно, нам следует подумать о приведении владельцев подобных соревнований в рамках единой заявки Беларуси и России с финансированием за счет бюджета союзного государства. Это позволит стимулировать развитие туристической отрасли в наших странах. Уважаемые участники форума, В декабре этого года мы отметим 20-летие подписания договора о создании нашего союза. За прошедшее время для обеспечения равенства прав граждан наших стран сделано немало. Сегодня правительственные группы активно работают над углублением интеграции и приоритетами совместного развития. У нас, Владимир Владимирович, есть принципиальные договоренности в этом плане. Есть целый ряд конкретных, существенных вопросов, затрагивающих интересы субъектов хозяйственной и граждан наших стран. Решить их необходимо в ближайшее время, о чем мы только что, может быть, немножко и задержали вас, но мы не отдыхали, а сегодня напроженно работали над этими вопросами и пришли к принципиальным соглашениям, о которых мы расскажем конкретно и чуть позже. Сегодня тысячи наших предприятий связаны с производственной кооперацией. И в Беларуси это осознанная политика. В Беларуси около двух с половиной тысяч организаций с российским капиталом. Каждая вторая компания с белорусским капиталом за рубежом находится у вас, в России. Сейчас стоит задача сохранить и приумножить достигнутые позитивные результаты работы в экономической сфере. Прикладной характер наших договоренностей на высшем уровне проявляется в развитии сотрудничества между регионами. Вообще, руководителей регионов надо, откровенно говоря, поблагодарить. Я часто об этом говорю. Не было бы вас сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было. Именно вы в свое время спасли этот проект. И мы обязаны сегодня уже на новом этапе нашего развития сделать все, чтобы этот проект не просто сохранить, а приумножить. О чем мы сегодня с президентами говорили. И это кропотливая адресная работа. Обогащает наше двустороннее сотрудничество. Приносит народам нашу страну уверенность в завтрашнем дне. В этом и есть суть интеграции, заботясь о жизненных интересах своих граждан, объединить усилия достижения социально-экономического прогресса обоих государств. Субтитры создавал DimaTorzok